Днем 31 июля информационное агентство сообщили о гибели трех журналистов Центрально-Африканской Республики. Репортер Архан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко поехали в эту страну снимать документальный фильм о россиянах, в том числе и о наемниках, которые сотрудничают с официальными властями. Именно так сформулировал цель поездки киногруппы один из организаторов этого проекта, руководитель Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин. Все трое журналистов были убиты по дороге к месту съемок. За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий. Кроме ЧВК и компаний, которые туда пришли российские, там идет конкретное сейчас вытеснение китайцев, например, из бизнеса, золото отбывающего в том числе. Ну, это мы вот просто, когда мы собирали эту информацию, собирали у него несколько месяцев, выяснилось много всего интересного, хотя все на французском языке публикуется в основном. Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку. И подбор группы был именно таков, что ехал режиссер Саша Расторгуев, Архангак, репортажный корреспондент и оператор Кирилл. Первые проблемы у съемочной группы начались по приезду в Марокко, где они ожидали рейса на Банги, столицу Центральной Африканской Республики. В Касабланке, где ребята делали пересадку, там на кассе прям спросили прямым текстом, а вы не военные? Мы написали местным журналистам, которые писали про передвижение российских колонн. Вот, они сначала, в общем, с готовностью согласились на сотрудничество, готовы были давать комментарии. Потом, неожиданно, спросили денег, а потом, как раз, когда ребята летели, сказали, что они сделали запрос в Министерство обороны и ждут. И пока не получат одобрения, каких-то бумаг, они с нами встречаться не будут. Вот, потом ребят задержали. На следующий день, когда они уже пролетели в Банги, ну, там многочасовой перелет, естественно, их на следующий день задержали полицейские и стали вымогать деньги. Ну, мне стало понятно, что что-то не так с водителем, которого нам дали оновцы. Он как-то себя не совсем адекватно вел, когда вымогали деньги. Вот, ну, не пытался как-то помочь, не пытался как-то это самое, просто устранился и просто назвал сумму, и все. Я поделился с ребятами своими сомнениями, говорю, может быть, нам все-таки сменить водителя. Но, как бы, миссию он преддала. Вот, мы видели его телефон в базе французских корреспондентов. Слегка говорящий по-английски водитель. Вот, вот так. То, что он остался жив уже через два дня, еще раз подтверждает сомнения в том, что этот человек, ну, у меня такие сомнения есть, что этот человек как-то причастен к убийству ребят. 30 июля, по одной из версий, днем по другой вечером, съемочная группа направилась в город Бамбари, где их ожидал сотрудник местного отделения ООН по имени Мартин. 400 километров, золотые прииски. Вот, мы там должны как раз были встретиться с Мартином, представительством ООН, который должен был нас, ну, как... Ну, собственно, он нам помог с размещением, снять дом для ребят, там, организовал фиксера. И мы должны были съездить, поснимать прииски золотые. А он как раз находился в... Ну, у них миссия была именно в этой зоне. По словам журналистов, эта дорога от столицы Банги до города Бамбари протяженностью 400 километров считается безопасной. Но что-то произошло в середине пути. И французские корреспонденты, и немецкие, с которыми мы разговаривали, они все ездили по ней довольно свободно, спокойно, даже по одному, без всякого сопровождения. Ну, плюс, Мартин договорился с... Ну, там же есть КПП, договорился о беспрепятственном проеме. И действительно, ребята беспрепятственно проехали. Только потом почему-то уклонились на 23 километра в сторону от маршрута. Тут начались какие-то... Вот здесь, вот здесь, здесь начинаются нестыковки многочисленные. Почему, почему уклонились? Почему, может быть, искали жилье, потому что они вечером были. Потом дальше со временем смерти там непонятное. Официальные источники утверждают, царовские, утверждают, что это было... Произошло это где-то в районе 10 вечера. Их расстреляли. На самом деле, мы видели утром следующего дня, что Кирилл... Даже не утром, а днем, в час 19, что Кирилл зашел в свой... Ну, только он мог зайти. Он снес старый чат. Кирилл оператор, да. И, ну, новую секретную группу образовал. Ну, с девушкой, они просто переписывались там. Мы тоже в это время заметили, что... И вот, начали. Это нас отчасти успокоило, потому что мы до... В час 29. Но только это не совпадает со временем смерти, да. И вот где-то... Ну, мы начали звонить Мартину, ну, разыскивать Мартину. Но Мартин на приисках связи тоже никакой нет. Вот. Он и не вышел на связь. Вот. А потом мы увидели... Французские журналисты бросили нам базу ООН, где было написано, что пропали трое русских... Трое русских корреспондентов, журналистов. На руках съемочной группы было около 10 тысяч долларов и дорогостоящая киноаппаратура. Водитель машины по имени Бенвеню, который вез их в город Бомбари, остался жив. Но дальнейшая его судьба неизвестна. Дает ли он показания сейчас, где он находится, где находится машина расстрелянная. У нас там был, в этой машине, кстати, был... Видеорегистратор? Видеорегистратор, да. Ну, незаметно он вешался на это самое... Вешался на зеркало. Видимо, на нем запечатлены кадры смерти, ребят. Не знаю, сняли его. А кажется, он сейчас на черном рынке там. Плошит. Мы попросили французских коллег последить за продажей техники. По данным местных масс-медиа, ответственность за нападение на съемочную группу несут повстанцы исламской группировки «Селега». Версию о причастности к трагедии наемников из так называемой группы «Вагнер», главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин, не рассматривает. Тела погибших российских журналистов доставят на родину в конце недели. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.